друзья всем привет вы на канале про компьютер и в этом видео я вам покажу что делать если вы столкнулись с проблемой установки windows на новенький ssd диск при установке windows система не может обнаружить новый диск я вам покажу два способа как решить эту проблему с также рекомендую посетить сайт метеотренд.ком здесь только актуальная и правдивая информация о погоде в твоем городе главы я оставлю в описании под видео ну а мы начинаем итак поехали первое что вам необходимо сделать это выключить свой компьютер или ноутбук далее вам необходимо его включить и войти в bios войти в bios можно с помощью клавиш все зависит от модели вашего компьютера или ноутбука чаще всего это клавиша дел если с помощью клавиши дел у вас не получилось этого сделать вы опять выключайте компьютер включайте и уже нажимаете клавишу f2 если и f2 вам клавиша не помогла то вы вновь выключаете ваш компьютер или ноутбук и нажимаете клавишу f12 как только вы вошли в bios вам необходимо зайти в расширенные настройки это клавиша f7 или слово на английском advanced мод если у вас английская версия bios если это русская версия bios то этот пункт будет называться расширенные настройки в меню advanced мы стрелками на клавиатуре опускаемся немножко вниз и выбираем vmd сетап меню vmd контроллер с положения включить переводим контроллер в положение выключить переходим в раздел save and exit правой стрелкой на клавиатуре и сохраняем все действия которые мы сделали после этих действий ssd в моем ноутбуке определился у вас должно произойти все то же самое друзья если этот способ вам не помог вам необходимо перейти ко второму способу что необходимо сделать в первую очередь это убедиться что вы подключили ваш ssd правильно бывают случаи что ssd подключен как-то неправильно или поврежден sata кабель и ваш ssd не определяется и вам ssd инициализация просто не поможет для этого правой кнопкой мыши заходите в свойства мой компьютер переходите в диспетчер устройств заходите дисковые устройства и смотрите определяет ли операционная система windows с ваш ssd у меня на данный момент подключена 3 диска 1 под операционную систему 2 как раз таки у меня не инициализирован и 3 это юсб диск щелкаете правой кнопкой мыши по меню пуск запускаете утилиту управления дисками не у всех пользователей операционных систем windows есть контекстном меню ссылка на утилиту управления диска некоторые пользователи скачивают различные сборки где как они считают убрали все лишнее из операционной системы и она будет работать быстрее у некоторых может отсутствовать этот пункт второй способ попасть в утилиту управления дисками если вы правой кнопкой мыши щелкаете по меню пуск и нажимаете выполнить также выполнить можно попасть сочетанием клавиш windows плюс r нажимаете сочетание клавиш windows плюс r и здесь вы вводите команду диск менеджмент данную команду я оставлю в описании под видео и нажимаете ok только мы запустили утилиту управления дисками у нас сразу появляется уведомление инициализация дисков давайте я нажму отмену и покажу для тех у кого не появилось данное уведомление как вызвать инициализацию дисков и так мы видим что у нас есть не распределенная область этого как раз таки мой второй ssd диск размером 120 гигабайт и область не распределена и не пройдена инициализация диска для этого вы правой кнопкой мыши щелкаете по диску который не инициализирован он обозначен красной стрелочкой и выбираете инициализировать диск соответственно мой ssd диск 120 гигабайт я выбираю мбр и нажимаю ok не забудьте поставить галочку если у вас нет напротив диск 1 и нажимаете ok инициализация выполнена но друзья как мы видим в моем компьютере до сих пор не появился мой ssd диск ничего страшного сейчас мы это исправим опять возвращаемся в утилиту управления дисками по нераспределенной области она выделена черным цветом правой кнопкой мыши нажимаем и создаем простой том с помощью мастера создания простого тома мы сейчас присвоим букву диска этот диск будет успешно виден в мой компьютер нажимаем далее назначить буква диска выбирая произвольную букву которую мы хотим я оставлю по умолчанию нажимаем далее метка тома здесь вы можете ввести произвольное имя или можете оставить по умолчанию и нажимаете далее теперь вы нажимаете кнопку готова и сейчас пройдет форматирование и процедура создания тома отлично мы видим локальный диск d создан давайте еще раз зайдем мой компьютер и мы видим что теперь наш диск прошел процедуру инициализации и он виден в мой компьютер надеюсь урок был полезен ставьте лайки подписывайтесь на канал